Основная наша задача обеспечить национализацию объекта и запретить купечку всех материальных ценностей без разрешения правительства. Выезжает машина, любой, мне все равно кто это, бывший директор, действующий директор, здравствуйте, извините, из машины вышли, багажник открыли, показали, пропуски есть. Временные пропуски и разовые пропуска с этого момента аннулированы. На территорию предприятия представители правительства и рабочая группа зашли 1 марта в 9.30 утра. Отмечают беспрепятственно. В административном корпусе стороны провели совещание. Надо сказать, что администрация завода с пониманием отнеслась к этому факту. К факту о национализации севморзавода. Об этом речь шла с прошлого года. Такой объект, как судостроительный, судоремонтный завод должен быть у государства, должен быть у севастопольцев. И мы уверены, мы рассчитываем на то, что и севастопольцы, и наши ветераны севморзавода восприняли это и воспримут это все правильно. Национализировали. Теперь, в правительстве уверяют, перейдут к возрождению предприятия. А за это общественники боролись 15 лет. Восстанавливать придется практически с нуля. Говорят, предстоит большая работа – обновить, отремонтировать, запустить. Все нужно приводить в порядок, заводить технологии новые сюда, современные. То есть сделать работу, ну, едва ли меньшую, чем после Отечественной войны, когда. Вот я участвовал тогда тоже в восстановлении города и завода. Мы предлагаем общественности, нашим ветеранам севастопольского морского завода, министерства города Никитза, создать свой совет старейшин, чтобы они, которые восстанавливали, которые работали на этом заводе, пришли сюда и могли оказать рабочей группе, новому руководству помощь в наведении порядка здесь, инвентаризации и запуска завода. Завод должен работать. О цифрах здесь пока не говорят, но сроки намечают. Планируют, что на возрождение севастопольского морского завода уйдет от двух до пяти лет. Наталья Двуцина, Виталий Козловский, информационный канал Севастополя.